Итак, ну что ж, Ареру, мои маленькие любители покушания, мы с вами продолжаем играть в такую увлекательную игрушечку, как Факториум. С момента прошлой серии прошло достаточное количество времени, чтобы моя база немножечко модернизировалась и начала обрастать новыми улучшенными возможностями и всякими такими прочими плюшечками. К минимуму это коснулось железной дороги. Сейчас вы видите примерно карту, которая у нас имеется на данный момент. Здесь у нас имеется развязка и основной такой железнодорожный узел. И в данный момент я сейчас нахожусь на поезде, который занимается тем, что приводит в нашу базу уголь. Уголь же он приносит вот такой вот нашей жилы. Здесь у нас стоит такая небольшая станция погрузки, приотянута лэп сюда, и здесь стоят буры, которые добывают уголь. Уголь сюда разгружается, и поезд у нас едет сюда, и где он и разгружается. То есть здесь у нас стоят такие буферные сундучки. Вот эта же станция предназначена для дозаправки поездов на всякий резервный случай, если он такой возникнет. Здесь же я хотел впоследствии организовать такую же доставку по сгрузке угля, когда вот эта вот жила наша кончится. Но как я погляжу, она даже не собирается кончаться, и пока что в этом даже нет никакой необходимости. Здесь же я придумал и построил такую небольшую станцию, где приезжает поезд, который добывает камень, который нам был необходим. Камень добывает вот с первой жилы, где находится 24 миллиона камня. Он добывает сюда, доезжает до нашей станции разгрузки, заезжает на заправку и езжает обратно. И по факту это вот два единственных поезда, которые были здесь добавлены. Здесь у меня есть еще одна станция, но к ней мы вернемся чуточку попозже. Я бы хотел сейчас поподробнее остановиться конкретно на развязках, которые все примерно одинаковые, и представляют собой вот такой вот круг. А в частности я их стоил по образу и подобию вот такой вот у нас развязочки, которую я сам соорудил. Это не самый идеальный вариант, согласен. Но она универсальная в том плане, что она позволяет буквально свести все необходимое в одно единое русло. Если я, допустим, хочу ввести поезда по двум линиям крайним, то я их введу. Если не хочу, то я введу по центральной. И, допустим, как у меня здесь все устроено. Если, допустим, они у меня едут между станциями, то они едут по двум полосам. Если они съезжают какую-то в тупиковую, то едут по одной полосе, и вот этот круг у нас сужается в одну полосу. Здесь же, как вы можете заметить, у меня добавилась еще одна структура по добыче нашей электроэнергии, потому что я посчитал по количеству всей энергии, у нас ее маловато. И питается она ничем иным, как продуктом переработки нашей нефти, а именно твердым топливом. Твердое топливо у нас берется благодаря переработке нефти на вот этой вот станции. Здесь у нас стоит несколько буров. Все эти буры добывают нефть и запихивают ее на наши цистерны. Цистерны и всю нефть перерабатывают нефтеперерабатывающие заводы, а нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают нефть в нефтепопутный газ. И нефтепопутный газ у нас усиленно, причем, пихается в вот эти вот наши химические заводы. И уже все это заполняется там в наши сундуки, и уже впоследствии идет в поезд. А уже только поезд идет вот сюда, вот на нашу эту станцию электроэнергии. Я решил немножко выпендриться с этим планом, и как мне кажется, это очень даже хороший вариант в плане питания этой станции. Но надеюсь, что я впоследствии, если у меня будет желание увеличить эту станцию, и количество вот этого твердого топлива у меня здесь увеличится, а значит количество электроэнергии у меня здесь тоже увеличится. Я по максимуму хочу отказаться от производства электроэнергии с помощью солнца, так как есть такая даже ачивочка пройти игру без использования этого, и я все же надеюсь, что у меня успешно это получится. Но сейчас же я хотел бы подробнее немножечко остановиться на том моменте, на чем мы остановились в прошлой серии. А именно в прошлой серии мы сделали такой небольшой заводик по добыче на самой нефти. Мы качаем ее в другой уже жиле, которая находится чуть повыше, но тем не менее это нам не мешает ее здесь у нас сохранить, получается, уже на базе, уже в виде вот таких вот резервуаров. К сожалению, пока что мне недоступна улучшенная переработка нефти, поэтому мы будем отталкиваться на то, что имеем сейчас. Поэтому в качестве экспериментального такого варианта я предлагаю скрафтить хотя бы парочку вот таких вот нефтеперерабатывающих заводов, и уже начинать производство так необходимого нам на данный момент пластика. Потому что только с помощью пластика мы сможем производить вот эти вот синенькие химические пакеты. Помимо пластика нам также потребуется еще и серо. Но серо тоже попутный продукт, который мы получаем путем переработки самой нефти, так что ничего страшного, и получаются синие пакеты по большей части состоят сугубо из нефтепродуктов. Примерно как-то так временным вариантом у нас получается располагаются нефтяные заводы. Временным это только потому, что их тут малое достаточно количество, но благодаря тому, что у нас есть достаточно здесь открытое пространство, мы их свободно можем туда вверх устремить. Теперь мне опять-таки нужно здесь разместить какую-то буферную зону, хотя бы в количестве четырех штук этих резервуаров. И тадам, получается последний участок провода я поставил. У нас все получаются вот эти вот нефтеперерабатывающие заводы объединены в один цикл, и все, что получается они производят, должны попадать через эту помпу в эти резервуары. Чтобы так было, нужно эту помпу сейчас подключить вот таким вот чудным образом. Получается эти резервуары должны у нас заполняться попутным нефтяным газом, если я вот так вот поставлю здесь провод. И также ставлю я здесь еще одну помпу, лишь как способ выхода из этих резервуаров того самого газа, который здесь у нас успешно начинает скапливаться и копиться. И так как мы начинаем успешно отсюда забирать нефть, то я думаю то, что наш поезд скоро тоже начнет ходить, и главное, чтобы он просто не взял и не встал где-то на полпути. Но если так случится, то я думаю то, что мы сможем организовать здесь какой-нибудь небольшой такой поездок, который просто будет заполнять вот этот вот поезд. Благо угля у меня сейчас завалить. Так что нам дальше нам нужно? В любом случае мне нужно здесь организовать производство пластика. А для него мне в любом случае потребуется уголь. Так что пытаемся сейчас по-быстрому соорудить какой-нибудь маленький поездок, чисто с одним вагончиком, чтобы банально возил уголь туда и обратно. Или можно просто дотянуть сюда уголь по конвейеру. Давайте как временный вариант я даже так поступлю. Пока что вот этих вот химических заводов здесь будет 4 штучки, и мне нужно сейчас придумать грамотную систему, как именно сюда подводить уголь и прочее. И все, у нас получается все эти заводы успешно запущены, и осталось лишь сюда подвезти каким-то чудным образом весь газ, который у нас здесь вырабатывается. Это можно успешно сделать с помощью вот таких вот наших подземных проводов. И размещаю я последние, получается, наши провода. И получается весь я пар, который здесь у нас вырабатывается, я успешно сюда подвел, и все наши вот эти вот химические заводы начали производить у нас пластик. Пластик у нас пошел также по конвейерам, рядом с нашей сталью. Я понимаю, с одной стороны не потребуется у нас пластика в таких гигантских масштабах, как у нас здесь он производится, но тем не менее лучше его иметь, чем вообще его не иметь. Так шикарно, пластик мы начали производить, а значит то, что у нас доступен перевыход на улучшенные электросхемы. Теперь мне нужно построить небольшой такой комплекс по переработке и созданию таких улучшенных электросхем. Но прежде чем заняться этим, нужно сейчас все-таки дособирать комплексы, которые у меня были еще готовы в начальных сериях, по производству обычных микросхем. И все получается, последний участок нашей цепи я подключил, и у нас теперь сейчас, когда пойдут здесь железные пластины, уже все будет замечательно готовить. Теперь же я хотел бы сделать такой небольшой ход конем. поставить вот здесь вот обычный насос, подключить к нему резервуар, и подключаю сюда наш любимый насос. Когда я его уже, получается, подключу к сети, он будет у нас успешно работать. И теперь мне нужно определиться стороной, где я буду, скорее всего, эти два водопровода тащить. Потому что вода и нефтяной газ, это уже, получается, основные ресурсы, из которых уже будет делаться все впоследствии. Возможно, еще будут какие-то трубопроводы с жидкостями, но они уже будут по-другим у нас линиями идти. И, возможно, вот это пространство между линиями идеально подходит для этого варианта. Я имею в виду то, что вот здесь вот будет у нас идти вода, а, допустим, вот здесь вот будет идти у нас нефтяной газ. И вот здесь вот я ставлю, получается, наш провод. Все, вода у нас потекла успешно по трубам. И, получается, вот здесь вот у нас должна уже быть вода, а вот здесь вот должен быть уже нефтяной газ. На самом деле, вот эти два трубопровода не особо горят, но для той же производства серы вот эти два компонента, они мне понадобятся в гигантских количествах. Поэтому, в любом случае, мне эти два трубопровода потянуть придется. Ну все, и получается мы с вами можем успешно начинать строительство вот этого блока по производству этих микросхем. И получается замечательным образом я все производство меди у нас сюда вывел. По идее все я здесь разместил, у меня получается все уже готово для того, чтобы запускать производство хотя бы вот этих вот медных проводов. И теперь мне остается только подключить это все к нашей линии электросети. Все получается я сюда целую линию с электросхемами и целую линию с пластиком замечательно сюда вывел. Теперь мне осталось их лишь пустить вот здесь вот у нас каким-нибудь чудным образом, но предварительно их обязательно нужно смешать. То есть я хочу, чтобы вот здесь у нас пошла одна линия такая и вот здесь у нас пошла вторая такая же линия. Я понимаю то, что эта возможность сейчас смотрится не очень-то красиво, но тем не менее эта схема работает и позволит мне создавать красные микросхемы в практически неограниченное количество, что есть. Это очень замечательно. Теперь мы будем размещать вот эти вот наши производственные сборочные автоматы. Пока что я их думаю разместить 8 штучек с каждой стороны. То есть какая у меня вообще изначальная задумка? То есть сюда у нас подается вот это вот все наше. Вот здесь вот возможно с двух манипуляторов, пока у меня нет пакетных, подается вот эти вот все медные пластины. И вот таким вот образом пока у нас будут располагаться все вот эти вот сборочные автоматы. А выход у нас будет сделан вот таким вот образом и попадать все это у нас будет опять-таки на вот эти вот красненькие манипуляторы. Таким образом, чтобы, допустим, у нас вот здесь был единичный случай вот этого перекрестья. Таким образом, чтобы у нас вот здесь был сборище вот этих наших красных микросхем. Я надеюсь, что я не напутал с расстановкой и получается вот здесь на конце у нас будут микросхемы как с левой, так и с правой стороны. И как только у меня все здесь рецепты уже были выставлены, как только уже все это было загружено, я наконец-таки получаю заветные наши красные микросхемки. Если я захочу это все дело у нас расширить, то это вот таким вот простым образом расширяется. И точно такой же блок впоследствии здесь встает только вот с этой вот нашей стороны. Теперь же я хочу это все у нас успешно вывести куда-нибудь на нашу основную конвейерную линию. И вот здесь у нас есть две линии, которые ничем особо не задействованы. И их можно задействовать, в принципе, вот этими нашими красными микросхемами. И чтобы они у нас просто так не пропадали, я их просто вот так вот возьму и перемешаю. Получается, оставшаяся часть для химических пакетов это лишь серо. А с серой, думаю, проблем особых не будет. Тем более, что как раз нам потребуется и вода, и попутный газ. Знаете, что я думаю? Давайте я сделаю так, что здесь у меня будут на только два химзавода, которых хватит, в принципе, на производство вот этих вот синих манипуляторов. И когда мне понадобятся химзаводы дальше, я их размещу по месту прописки. То есть там, где они необходимы будут. Так, особо не пугайтесь, что я тут наворотил. Но зато такое расположение позволило мне все это банально успешно разместить. Так, получается, я располагаю здесь именно вот таким вот образом. Получается, вся серо у меня будет производиться и класться сразу на конвейер. И оставшийся элемент, который у меня необходим, это уже, получается, твердотопленный двигатель, который крафтится у меня вот здесь вот. Но поскольку я знаю точно то, что он понадобится еще в каких-то других крафтах, поэтому я его здесь вот сейчас аккуратненько проведу. Так, все, двигатель я сюда пригнал. Получается, серая у нас сюда как бы чисто теоретически пригната тоже. И получается, все, я сюда вывел уже красные процессоры. Так, и, естественно, у нас ставится здесь вот так вот успешно наши четыре заводика. После того, как, естественно, мы уже вывели сюда вот, получается, на одну линию конвейеров на красная электросхема, а на вторую линию конвейеров у нас успешно уже подают наши обычные двигатели. И получается, все у нас теперь готово. Мы можем ставить уже здесь проекты, они успешно у нас будут заполняться. У меня тут собралось немножко лишних электродвигателей, которые я успешно сюда закинул. И последний штрих, конечно, который я забыл, это расположить вот здесь вот такие вот длинные манипуляторы, чтобы загружали сюда серу. Все, у нас теперь все готово. Производятся синие у нас получается электросхемы. Да, скорость их производства оставляет желать лучшего, но, тем не менее, они у нас уже производятся. И получается, их нам нужно доставлять аж судой. И мы уже, получается, можем с вами успешно производить исследования, которые требуют от нас на синих колбочек. И первое, что бы я хотел изучить, это будут вот эти вот наши печки, для того, чтобы мы могли уже успешно с вами делать нормальные цеха, нормальные плавильни и все на свете. И как я погляжу, то что, в принципе, вот этого всего производства мне хватает за глаза, так что можно даже увеличивать его масштабы. И таким образом я увеличил производство ровно в два раза. Также при этом я полностью отдаю отчет тому, что, возможно, у меня просто банально не будет хватать ресурсов на все это производство. Поэтому мы будем дальше делать, посмотреть, как это у нас все пойдет. Я сейчас посмотрел по времени, у меня еще, в принципе, на серию есть время и также у меня есть планы. Я давно хочу наладить производство бетона. Конечно, не железобетона, потому что, как показывает моя практика и опыт игры Факторио, он безумно дорогой и его крафт нецелесообразен, а прирост, который он дает в качестве 10% вообще на самом деле не ощущается. И поэтому всю базу, в принципе, можно и бетоном забетонировать. И, в принципе, его производство, мне кажется, очень даже было бы неплохим нашим таким вот процессом на данный момент. Для этого нужны пара вещей. Одну вещь мы на постоянном этапе получаем, и это является на каменные кирпичи. А воду сейчас я буду тянуть вот из этого озера, потому что больше неоткуда. Турбопровод я пустил здесь. Сейчас мне нужно забрать отсюда камень через разделитель наш замечательный. И также забрать вот отсюда нашу железку, которая у нас здесь производится. Предлагаю сразу производить это на четырех вот таких вот конструкциях наших. И как только сразу мы ставим здесь бетон, у нас появляется вот такое вот сопло. Сразу все это мы копируем у нас. И получается, вот в это сопло мы будем подавать воду. А в остальные же части мы, как в обычные такие вот производочные сборочные автоматы, мы будем подавать все остальное. Воду, получается, я подключаю сюда. Замечательно, вода уже сюда попала. Получается, я подключаю сюда электроэнергию. И, получается, я ставлю здесь вот такие вот манипуляторы, которые будут заниматься тем, что будут доставать вот эти вот наши бетоны отсюда. И, получается, давайте вот все сразу будем собирать в наши сундучки. И вот этот бетон, очень на самом деле Мою любимая вещь, потому что Ей можно просто взять вот так, хуякс, хуякс У нас получается такое небольшое покрытие Даже примерно выглядящее очень даже симпатичненько По нему можно передвигаться И мы можем видеть в каких буквально конских масштабах Он у нас весь бетон производится Мне не составит буквально никакого труда, чтобы Забетонировать им всю базу, но к сожалению На такой прекрасной ночи я думаю, что мне придется Заканчивать эту серию, у микрофона был Как всегда ваш поклонный слугам и мору Еще услышимся, ну а дальше только интересней Субтитры сделал DimaTorzok